вот эту фотографию мне прислал один из наших так нету тут его фамилия ну не надо не главное вот у него так так курганская область это на днях минус 10 и у него под бутылкой вот эти росточки за как бы завяли ему сказал дорогой друг не отчаясь а вдруг у них есть еще запустой вариант знаете не какие-то еще называют двух яйцовыми и такое довольно часто встречается а вот этот побег сдох допустим минус 10 даже под бутылкой минус 10 можем там было минус 8 минус 5 может вылезет другой а может этот каким-то образом воспрянет а потом расскажите нам все-таки интересно жалко же это же банджурский абрикосы а можете банджурский москультурный чудо из чудес но минус 10 это извините против лома нет приема вот так бывает да и как это случилось они у него просвет сильно и он был вынужден посадить и вот пожалуйста конец апреля и вот пожалуйста другой бы год может пронесло бы не знаю вот еще борем еще раз я не могу пройти мимо потому что мне брат присылает я должен реагировать ах я всех упреждаю и все-таки надеюсь что когда-то вот именно это вот допустим студент на экзамене наступительном а может быть на выпускном ему будет предложена сто пятьдесят восьмая фотография ну-ка отвечай вот чем морда опухшая опять все ночи прогулял отвечаю а здесь что написано боремся словно шариком грибком соскоблите с коры деревянными скребками а дальше опрыскиваете сажистый грибок это паразит поселяется вот вот так до сих пор продолжается нас ребята балла когда это сейчас я готовлю речь как бы уже дайте я не зря слова студент упомянул тимирский академика это отстойник пока то есть он работает по принципу что знали наши предки того он преподаем а современная наука она чуть другая почему потому что она пока еще любительская да вот посмотрим и так соскоблевать ничего не надо вот здесь под этой вот видите если это лишальник допустим то под ним мертвая кора а мертвая кора для него является почвей он растет на ней вот где еще нету его вот нету там еще живая кора а вот тут мертвая 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 вот а человек продолжает уничтожать дерево вот это сколько я схем видел чтобы вот надо направить его не вверх а в бок надо обязательно дихую страшную рану и еще считается в норме а дальше пошло меры борьбы и смельченные мыло медный купорос смешать опрыскать пораженными вы знаете сколько бы вы не опрыскивали хири шайники грибы так никогда дерево огромный станет вообще это вот что интересно случаем таких миллионы десятки миллионов опрыскивали это стало нормой миллионы десятки миллионов и ни один человек до сих пор кроме меня наверное и и виноваты ребята моих учеников которые не 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 глупее меня некоторые даже еще и это и умеет вот кроме нас с вами никто никогда не скажет это бесполезная работа и умудриться миллионами опрыскивать опрыскивать не увидя ни одного дерево, которое бы возродилось из миллионов, сделать какие-то выводы. Вот что такое сила инерции, что такое вера в это, в прошлых наших предков.